Доброе утро! Спасибо, что проснулись так рано. Меня зовут Оксана Дубинина. Я действительный член Международной ассоциации специалистов по поведению животных. У меня специализация «Собаки с неблагополучной судьбой». Я также руководитель фонда «Не просто собаки» и закончила школу прикладной этологии Софьи Баскина, имею высшее психологическое образование и студентка-ветеринар. Собака – животное социальное, и это то животное, которое способно к активному взаимодействию с особами своего вида и межвидовому взаимодействию. Мы знаем, что, например, лошади очень социальные у нас, то есть практически все стадные животные очень социальные. Не практически, а все. Взаимодействие с… Самая главная задача любого вида – выжить. Это обусловлено эволюцией. И вступать в конфликты с животным невыгодно, потому что это приводит к огромному количеству ран, проблем, в конце концов, к смерти. И поэтому собаки, чтобы другие сородичи, не только собаки, чтобы другие сородичи понимали, что ты хочешь сказать, есть такая функция в поведении, называется демонстрация. Любое живое существо, у любого живого существа есть потребность в оценке ситуации. Мы с вами приходим на какую-нибудь вечеринку, если мы хотим есть, мы осматриваемся, смотрим, где у нас лежит еда и та, которая нам подходит. Правильно? Значит, собака в любую ситуацию приходит, она начинает оценивать ситуацию, начинает оценивать обстановку на предмет опасности для того, чтобы выжить. Это обеспечивает ее выживание. Обстановку на предмет выгоды, то есть, если я бездомная собака, значит, я ищу визуальные маркеры, где может лежать еда, например. Плюс поведение проводника, если у собаки есть проводник. Если, опять же, я бездомная собака, то я ориентируюсь на своих сородичей, то есть мы живем в стае, я ориентируюсь на сородичей, как они себя ведут. Я думаю, что многие люди, у которых не одна собака, вы часто замечали, что, например, вы идете гулять по лесу, одна собака начинает присматриваться, вторая смотрит на нее и присматривается в эту же сторону, начинает смотреть, то есть они постоянно друг на друга смотрят и оценивают обстановку. Если собака у нас находится в ветеринарной клинике, понятно, что мы знаем, что есть стимул, который воздействует на мозг, и мозг выдает реакцию. Стимул, есть сенсорные системы, которые собирают информацию о окружающей среде. Чем лучше сенсорные системы собрали эту информацию, тем более правильное мое поведение. У людей все точно так же. Значит, у нас происходит воздействие, ну если мы о ветеринарной клинике говорим, у нас происходит воздействие на зрение, слух, обоняние, осязание. Осязание, потому что, наверное, вы замечали, что многие собаки не любят скользкие поверхности. Мы ее поднимаем на железный наш стул хирургический, она начинает терять ее... То есть она начинает терять... Как это называется? Слово забыла. Да-да-да, равновесие. Да, она начинает терять равновесие и начинает волноваться, то есть воспринимать ситуацию как опасную. Если собака воспринимает ситуацию как опасную, она начинает... Ее организм... В ее организме начинают происходить биохимические процессы. То есть она начинает бояться, да? Начинает вырабатывать гормон стресса, кортизол, адреналин. И это, естественно, откладывается на поведении. Она хочет убежать у нас, она делает какие-то рывки, если она на поводке. Она отказывается от лакомства, да? Знаете, почему собаки отказываются от лакомства в момент, когда им страшно? Потому что главная задача собаки – выжить сейчас. И она может... То есть ей нужно собрать все силы, кровь приливает к мышцам и отливает, естественно, от других органов, да? И ей вообще не до еды, она стремится убежать. Ну, там, в зависимости, сейчас я вам расскажу, в зависимости от копинг-стратегии, в зависимости от ситуации и от уровня страха, да? Физиологически мы видим у нее тяжелое дыхание, повышенная солевация, мышечный тремор, то есть это то, что уже нельзя симулировать, да? То есть когда собака боится, у нее начинают дрожать, например, конечности. Дификация, мочеиспускание – это как раз, когда собака очень сильно боится, и чтобы побежать, она избавляется от всего лишнего. Поэтому вот эта вот, опять же, эволюционно обусловленная функция – сбрасывать все ненужное, чтобы убежать подальше и спастись. Что собаку может пугать в ветеринарной клинике, да? Какие стимулы зрительные, там, слуховые ее могут пугать? Безусловно, это форма одежды, то есть мы понимаем, что в клинике у нас все в форме, в жизни она такого не видит, да? Скопление людей примерно в одинаковой одежде, да? Вот эти все образы, которые она считывает. Безусловно, крики животных, да, бывают в клинике, там, выход из наркоза, еще какие-то моменты, кому-то больно, кто-то просто боится, кто-то, многие собаки, когда боятся, они начинают вокализировать, начинается скуление, скулить. И другие собаки это слышат, и так как они оценивают обстановку, в том числе, на предмет поведения сородичей, для них это знак, что здесь опасность. Запах медикаментов и других, например, мочи, да, мы знаем, что по исследованиям мы знаем, что если собака боится, у нее есть определенный, там, у нее определенный состав мочи, когда, там, хищник нюхает мочу, там, какого, животного жертвы, например, он понимает, что там боится, не боится, да? И также считается, что состав мочи, когда собака боится, он, или кошка боится, он меняется. Плюс отсутствие компенсации. Ты потерпела, тебе за это ничего хорошего не было. То есть наша задача, когда мы работаем с животными в ветеринарной клинике, наша задача уменьшить взаимодействие на сенсорные, воздействие на сенсорные системы, которые вызывают страх и не закрепить страх, самое главное, да? Сейчас мы будем думать, я сейчас вам буду рассказывать, может быть, вы мне будете рассказывать, как сделать так, чтобы наши животные не боялись посещения ветеринарной клиники. У собак существует, у многих животных существует комплекс реакции. Как правило, это нападение, угроза, подчинение и бегство. И я уже говорила, для того, чтобы нас понимали сородичи, нас понимали другие виды, у нас есть такая функция демонстрация. Как правило, это два вида демонстрации. Демонстрация превосходства и демонстрация подчинения. Когда мы демонстрируем превосходство, собака, многие животные так делают, она старается показать себя больше. Вы, может быть, видели, когда гуляете, если, может быть, собака не очень любит других собак, она увидела другую собаку, то есть она поднимается, выше делается, вздыбливает шерсть, уши поднимаются, поднимается хвост, то есть собака демонстрирует угрозу. Она говорит, что я большая, крупная, не подходи ко мне, я сейчас тебя, в общем-то, и что-нибудь с тобой сделаю плохое. Демонстрация подчинения. Собака, наоборот, старается. Когда собака демонстрирует превосходство, она ещё начинает лаять низким голосом, то есть таким «уф». Когда чем выше голос, чем выше уровень звука, тем для собаки кажется менее опасным. Объясняю, видели, знаете, наверное, кинологи часто, когда вы занимаетесь на площадке, кинологи, когда собаку хвалят, они повышают интонацию. Они говорят, да, молодец, да? Ну, видели, да, нет? Хорошо. Они очень часто, то есть кинологи хвалят на более высокой интонации, потому что для собаки это более безопасный звук. Это тоже эволюционно есть, эволюционно обозначено, то есть щенки, они могут только пищать. Они безопасные, да? То есть у них только высокий звук. Почему они могут только издавать высокие звуки? Потому что у них очень маленькая грудная клетка, очень маленький объём лёгких. И если животное маленькое, у него маленький объём лёгких, то оно не может выдавать сильно низкие звуки. Понимаете логику, да? Хорошо. И демонстрация подчинения. Собака старается себя показать маленькой по габаритам и по возрасту. То есть знаем, когда щенки демонстрируют подчинение, они валятся на спину, иногда писают, да, такой струйкой маленькой. То есть они демонстрируют, они показывают. Понюхай меня, я маленький щенок, я тебе не опасный, да, для тебя не опасный. Прижимают уши, поджимают хвост, сгибают лапу, иногда ложатся на спину. То есть всё это мы можем, знаем и видели. Значит, выглядит это вот так. Так, а у меня есть этот? О, есть. То есть вот это вот, да, то, что я вам говорила в самом начале, когда собака хочет показаться больше, опаснее, крупнее. Да, крупнее. У собак, в общем, размер имеет значение. У многих животных он имеет значение. Значит, испуганная, обеспокоенная, то есть вот эта демонстрация превосходства, вот эта демонстрация подчинения. Или там собака успокаивает. Сейчас я вам всё расскажу. И плюс у животных есть мимика, у собак, в частности, есть мимика. И когда мы анализируем поведение, да, очень многие любят говорить, что собака машет хвостом, значит, она дружелюбная. Но очень часто после этого махания хвостом собака может броситься. Потому что если собака мотает хвостом вот так, то она дружелюбная. А если она мотает хвостом вот так, то это возбуждение. То есть нужно смотреть от контекста и всегда анализировать совокупность сигналов. То есть если собаке сейчас страшно, плохо, и она мотает хвостом вот так, то есть вариант, что она бросится. Есть такое понятие, как агрессия страха, да, очень частая история. Сейчас я вам про неё расскажу тоже. И когда, например, у этологов, может быть, кто-то биологи здесь есть, у этологов, этологи, когда наблюдают за чьим-то поведением, пусть это коровы, пусть это собаки, они делают этограммы. И там по секунде прям пишется, где нога, где рука, где лицо, куда отвернул. То есть для того, чтобы изучать поведение, нужно понимать вот эту всю совокупность сигналов. И мы на это всё обращаем внимание. Контекст. Какие основные сигналы стресса мы можем видеть в ветеринарной клинике? Безусловно, это зевки. Ну, понятно, что собака могла только утром проснуться. Мы искусственно не прикручиваем к ситуации сигналы стресса. Понятно, что если собака только проснулась у нас и начинает зевать, то она просто проснулась и начинает зевать. А если она бодрая в контексте ветеринарной клиники начинает зевать, то это, скорее всего, она показывает, то есть у неё сигналы стресса. Мерцание языком, вокализация, гиперсоливация, уши заложены назад, отказ от корма, медленные движения, увеличенная частота дыхания, то есть она начинает себе помогать, начинает компенсировать, начинает охлаждаться. Собака охлаждается через рот, начинает охлаждаться и начинает часто дыхать или замирает. Но замирает – это когда у собаки пассивная копинг-стратегия, когда она очень сильно уже испугалась. Бывает такое, что они ложатся и замирают. Значит, медленные движения. Почему? Может быть, знаете, очень часто, когда люди, например, отрабатывают или кинологи отрабатывают команду ко мне, очень часто, или когда собака не подходит к хозяину, и он склонен к наказанию, например, или уже наказывал собаку за то, что она к нему подошла. Очень часто вы говорите, там, Маня ко мне, Маня идёт, и ты говоришь, ну давай быстрее. Собака понимает, что вы начинаете злиться, и она делает более медленно, она ещё медленнее начинает идти, начинает нюхать что-то для того, чтобы вас успокоить. То есть вы ещё больше накручиваетесь, но собака думает, что она вас успокаивает. Вот, поэтому не надо накручиваться, это бесполезно. Так, сейчас мы будем с вами смотреть видео. Вот, смотрите, да, то есть собака облизывается, постоянно зевает. То есть видно прям собаке плохо. Вот, собака пришла, да, начинает, то есть вы видите, да, это такого определённого рода зевки. Вот, кстати, здесь, видите, собака зевает, и видите, у неё хвост машет. Вот она сейчас открывает рот, она пытается охлаждаться, у неё мерцание языком. Мерцание языком – это когда чуть-чуть вверх язык, и начинает мерцать, да, так? Машет она языком, ой, машет она хвостом, потому что, во-первых, это такой темперамент, да, такая порода, и плюс это возбуждение. Кто-то, может быть, бы испугался в этот момент. Так, а, я поняла, это я второй раз. Значит, сигналы успокоения, взгляды в сторону отворотвую голову. Кто-нибудь у нас читал книгу «Сигналы примирения» Тюри Трогас? Конечно, Настя. Значит, есть, я сейчас, да, я сейчас вам расскажу. Взгляды в сторону отворот головы. Очень часто, когда, знаете, вот эти идиотские видео, когда хозяин ругает собаку, то есть мы пришли, она там что-то порвала, да, мы приходим и начинаем, это что такое? Собака не помнит, что она сделала, собака не помнит. Она реагирует на то, что вы сейчас ругаетесь. И она, собаки часто начинают отворачиваться, да, и там прижимать вот это всё. То есть таким образом вы очень сильно нарушаете контакт со своим животным, и она может начать почёсываться, то есть это смещённая активность, да, то есть когда мотивации, она не знает, что ей делать, она начинает там почесаться, понюхать что-то. Замедленность движений, я уже вам рассказывала, частое моргание или моргание, или она так начинает, собака щурится. Ну, про смещённую активность я вам тоже сказала. Сигналы увеличения дистанции или угрозы. Чрезмерное маркировочное поведение, например, если, я не знаю, бывает ли это в ветеринарной клинике, если у вас там большой кабинет, бывает, что собака подбегает, да, там писает на стол, то есть она говорит, это моё. Ну, на стул, на ножки я имею в виду, да, наверное, больше. То есть эта собака уже готова, как правило, это собака с активной копинг-стратегией, и которая умеет сама справляться с какими-то ситуациями, или у неё такое поведение выработалось, значит, она начинает маркировать и предупреждать, типа, не подходите ко мне, я вас боюсь, и если что, я вас хочу прогнать. Отворот головы, рычание, то есть рычание – это предупреждение. Очень часто, когда в семье бывает агрессия по отношению к членам семьи, собака сначала предупреждает рычанием, да, когда её там достают, дети там ей руки в глотку пихают, и говорят, ну, какая молодец, она терпит. То есть она терпит до определённого момента, в какой-то момент она рыкнет, если ребёнок испугается и убежит, собака получит подкрепление, она скажет, о, клёво, я знаю, как теперь прогнать этого человека, который лезет мне в глотку. И собака начинает рычать, если ребёнок тоже привыкает к тому, что собака рычит, то собака начинает дальше идти, да, она начинает там огрызаться, окусываться, демонстрацию зубов, как у нас называют в простонародье крысить, да, и всё такое. Напряжённый взгляд, отпрыгивание, демонстрация зубов – прямая угроза. Прямая угроза – это когда собака уже готова броситься. Прямая угроза выглядит так, то есть собака стоит и наклоняет голову низко и начинает вот так на вас прямо смотреть. То есть это уже прямая угроза. Она готова, назовём это, швырануться. Отпрыгивание. Оп! Не подходи ко мне, дружок. Это сигнал увеличения дистанции. Хоп! Видите, да? Так часто делают собаки в ветеринарной клинике, мне кажется, отпрыгивают от ветеринаров. Коппинг-стратегия. Что у человека, что у животных, у всех есть коппинг-стратегия. Это то, как мы справляемся с любой жизненной ситуацией. Активная коппинг-стратегия. Есть активная, есть пассивная. У собак активная – это… Ну, кто-то там… У кого-то происходит какое-то грустное событие или какая-то проблема в жизни. Кто-то ложится или садится на телефон, начинает разговаривать с друзьями и рассказывать, как ему трудно и какая у него проблема. И так, например, год. Это называется пассивная коппинг-стратегия. А если человек начинает соображать и думать, как ему эту ситуацию… Как эту проблему решить, значит, это активная коппинг-стратегия. Также у собак активная коппинг-стратегия – это нападать или убегать. Пассивная – это прятаться и замирать. Когда специалисты работают с коррекцией поведения, если у собаки пассивная коппинг-стратегия, первое, что делает специалист, он ее вытягивает на активную коппинг-стратегию, чтобы она начала что-то делать. Когда собака демонстрирует какое-то поведение, можно выбрать и подкрепить. Когда собака просто прячется и замирает, здесь подкрепить нечего, она ничего не предлагает. Поэтому если собака убегает, нападает, это хорошо. Это всегда специалисты грамотные, всегда этому очень рады. Потому что мы можем выбрать поведение и подкрепить нужное. И когда собаке страшно, у нее включаются две программы. «Беги или умирай» и «Дерись или умирай». «Беги или умирай» – программа включается, когда есть достаточно пространства, чтобы можно было убежать. Но если она, например, на поводке и начинает мотаться, у нее может сработать программа «Дерись или умирай». Это программа, когда собака в западне в какой-то включается. И вот это вольер у нас. Когда, например, в приюте в вольер заходят и начинают прямиком идти на собаку, и она бросается. Также в ветеринарной клинике. Если у вас собака забивается в угол, вот так вот прямиком идти, тем более, когда собака без каких-то средств защиты или вы без костюма кинолога, лучше не надо этого делать. Значит, мы понимаем, что собаку нельзя загонять в западню. Первым делом, чтобы у нее не включалась эта программа «Дерись или умирай». Поведение проводника. Жаль, что у нас нет хозяев, хотя, наверное, многие из вас являются хозяевами животных в том числе. У собак, у многих животных есть такая функция синхронизации активности в поведении. Не нужно путать с согласованными действиями. Согласованные действия – это когда, например, охотничьи собаки загоняют жертву, то есть одна бежит туда, другая бегает, выгоняет на нее. Это согласованные действия. А синхронизация активности, например, на этом основании беговые, вот эти все беговые, господи, как назвать-то, беговые, ездовые, да, ездовые, я забываю слова, извините, ездовые собаки, да, то есть если бы они, помимо того, что они в упряжке, они же еще связаны между друг другом, да, вы знаете, и если бы они бежали в разнобой, то это было бы трудно всем, то есть я думаю, что ездового спорта бы не было просто, если бы они бежали в разнобой, и поэтому они начинают синхронизироваться друг с другом, и синхронизироваться они начинают очень быстро. Есть синхронизация внутривидовая, есть межвидовая, то есть на этом основана синхронизация собаки, синхронизация активности собаки с ее владельцем или с ее проводником, с кинологом. В животном мире есть очень хорошая биологическая стратегия выживания, не искать выход самому. Именно поэтому есть там божаки, я прошу не путать с вот этой теорией доминирования, я категорически противник этой теории, это все давно уже в прошлом, в бабушкином сундуке, и, надеюсь, уже где-нибудь в океане выброшено. Но у многих животных есть такая, ну у всех практически животных, есть такая биологическая стратегия не искать выход самому. Поэтому собака, когда оценивает ситуацию, она ориентируется на поведение своего хозяина. Если поведение тревожное, мы понимаем, что у собаки очень быстро включается тревожное поведение. Как она оценивает? Язык тела, да? Если хозяин начинает там какие-то нервные движения, если он начинает постоянно оглядываться, то есть собака понимает, что так, мать у нас что-то напрягается, надо и мне напрячься, что мы тут, что-то тут не то. Она оценивает ситуацию как опасную. Интонации. Я думаю, что многие хозяева могут понять, как ваша собака лает. Она кому-то угрожает или она играет, да? То есть вы же на слух даже понимаете. Так же и собака понимает ваши интонации. Когда вы ей говорите, не бойся, не бойся, ну что ты боишься, ну ты что, ну зачем, ну чего тут бояться-то? Она понимает, что здесь есть чего бояться. Запах считается, что собаки чувствуют адреналин. Частота дыхания и сердцебиения собаки слышат. Частоту дыхания и сердцебиения у собак гораздо больше амплитуда звуковосприятия, чем у человека. У них гораздо лучше зрение. Это обусловлено анатомией уха, да? Ну походка, понятно, что мы там дергаемся. Значит, собака оценивает сопутствующие страху поведения, физиологическое состояние плюс звуковые маркеры, которые мы навешиваем в момент какого-то действия. У каждого человека, у каждой собаки, у каждого животного есть такая вещь, называется они паттерны поведения. И это устойчивое повторение человеком собственного поведения или мышления обязательно в определенном контексте для достижения определенных результатов. Вы заходите домой, вы берете ключи от машины и кладете все время на одну и ту же полочку, да? Ну примерно. Ну или на вторую полочку, как максимум. На третью, то есть я понимаю, что есть люди, которые разбрасывают, но это тоже паттерн поведения, который все время потом не могут найти. Это тоже определенный паттерн поведения человека. Я очень люблю этот пример. Вам могут тысячу раз звонить, звонить телефон в день, да? Но только когда вы говорите, да, привет, и называете код подъезда, ваши собаки бегут к двери, да? Ну вот у меня так, ну у многих так. Просто, может быть, не замечали. Когда вы одеваете определенные выгульные штаны, то есть вы берете труппу, говорите, да, тебе говорят, какой код? Ты говоришь, 0,61. И собаки такие, а, сейчас к нам кто-то придет. То есть это звуковой маркер, и они бегут к двери ждать, кто придет. Когда вы надеваете определенные штаны выгульные, собака понимает, я уже не говорю про поводок, да? Когда вы берете поводок, собака понимает, что вы идете гулять. И если она любит гулять, то она очень радуется, если она не любит гулять, то она прячется. И собаки все это очень хорошо, очень хорошо понимают, очень хорошо просчитывают наше поведение. Тем более в каких-то тревожных состояниях. Собаки, исследования, собаки переключаются на поведение своих владельцев, это как раз о синхронизации активности, в среднем за 3,5 секунды. То есть понимаете, вы еще не успели зайти в ветеринарную клинику, то есть хозяин не успел зайти, начинает волноваться. То есть очень многое зависит от того, волнуется ли хозяин в ветеринарной клинике. Он начинает волноваться, и собака начинает считывать это поведение и волноваться тоже. Обожаю это исследование. 17 клиник США и Канады, клинические признаки тревожного расстройства без коррекции поведения. 208 собак-владельцев дали прозак, 84 дали плацебо. Через 2 недели у нас улучшение на прозаке 63%, на плацебо 44%. Понятно, что на прозаке больше, выше, но на плацебо очень высокий результат. Просто потому, что хозяин изменил свое поведение. Ну то есть, а почему еще? Он решил, что если я дам прозак, значит, все сейчас точно поможет. И он перестал тревожиться на выходе, перестал посылать собаке сигналы вот этой тревоги, нервного состояния, перестал делать какие-то ритуалы, которые он постоянно делал, которые закрепляли у собаки это тревожное поведение. Плюс мы используем звуковые маркеры, которые регулярно повторяются только в состоянии страха. Вот это вот ужасное слово «не бойся». Я много работаю с собаками и со страхами, и ни разу у меня не было владельца, который, когда выходит из собак, например, собака боится улицы, он выходит там из подъезда, и первая фраза «не бойся». То есть, это тот маркер, который мы маркируем собаке как раз, то есть, ей и так страшно, и у нас еще есть звуковой маркер. На этом же основана дрессировка, да, на звуковых маркерах. То есть, ты говоришь «сидеть», собака понимает, «сидеть», «села», «лежать», «лежать», «села». Ты говоришь «не бойся», а он такой «о, так, здесь что-то не то». Почему постоянно, когда мне страшно, эта фраза? Это звуковые маркеры. Значит, ветеринарная клиника и хозяин. Нервное оглаживание собаки, да, мы часто наблюдаем. У собаки синхронизация активности, она закрепляет страхи, плюс она запоминает страшный запах. Люди в тревоге постоянно гладят свою собаку. И есть такое исследование, что повторный инфаркт случается в два раза реже, если в семье заводят собаку. Это не только потому, что собака – это очень круто, и активность у вас повышается, и вообще смеетесь вы гораздо чаще. Это еще и потому, что человек сбрасывает вот эти все тревожные состояния на собаку. То есть постоянно гладить, там что-то, в общем, компенсировать каким-то образом. Что подкрепляет собаке страх? Тем более, и также страх в ветеринарной клинике. Постоянное проявление жалости, да, то есть постоянно жалко, постоянно. Собаке страшно, он ее гладит, уговаривает ласковым голосом. Собаке и так страшно, и она понимает, что это поведение выгодное, потому что хозяину это нравится. У собаки любое поведение, которое не приносит результат, оно исчезает. Если поведение приносит результат, оно развивается. Если собака… Очень часто хозяева подкрепляют страхи сами собаки. Мы стараемся донести до хозяев, что не нужно. Мы спокойно себя ведем. Понятно, что поддержка нужна, но не в разумных пределах. И, безусловно, если собака получает то, что хочет, это ее тоже подкрепляет. Мы зашли в клинику, она говорит, ой, нет, я боюсь. Ну, боишься, пойдем отсюда. То есть она понимает, что в следующий раз я забоюсь, и в следующий раз меня тоже уведут отсюда. Значит, про личную безопасность. Собака охлаждается ртом. Когда у собаки есть какие-то признаки стресса, она, понятно, открывает пасть, начинает тяжело дышать. Когда мы завязываем собаке бинтом морду, ей становится еще хуже. Помимо того, что она физиологически, у нее там учащение дыхания, да, ей некуда сбросить это все. Ей физиологически плохо. Она еще и… Ей страшно, и плюс ей физиологически плохо. И все это сжимается, ей еще, скорее всего, больно, да. То есть ей это лучше не становится, абсолютно точно. Значит, вот эти медицинские фиксаторы, они тоже закрывают пасть. То есть ей прям… Вы, может быть, замечали часто, когда у собаки бинтом перевязана морда, она пытается кусочек языка хотя бы как-то высунуть туда-сюда. И это хоть как-то ей помогает. Собаке нужно помочь справиться. Нельзя ей закрывать пасть, когда ей плохо. Значит, медицинские фиксаторы, они тоже по этому же принципу работают. Значит, если собака не бросается, и… Но вы часто не можем… Мы часто не можем предположить, насколько она испугается до броска, да. Есть нейлоновые намордники, но лучше всего есть вот намордники Трикси. И мы вырезаем кусочек для носа, вот здесь, да. То есть понятно, что вот это всё обрабатывается пилкой потом, чтобы могла лучше дышать, потому что здесь такая сеточка. И вот здесь мы вырезаем лишь кусочек для того, чтобы собаку можно кормить. Это если собаку можно кормить и если она ест. Но мы ей всегда предлагаем еду в момент стресса, в момент страха, потому что ест собака еду или не ест собака еду – это всегда идентификатор такой, насколько ей страшно. Если собака начала есть еду, значит, ей уже не так уж страшно. А собака не может быть всегда на пике страха. Она не может. Это физиологически невозможно. То есть у неё когда-то бывает спад. И если она на этом спаде заглатывает еду, еда успокаивает. Еда успокаивает, игра возбуждает. То есть это такой закон. И вот сюда можно складывать еду. Очень хороший намордник Баскервиль. Он подходит, например, дворняжкам. Он трудно подобрать, но у него есть очень… То есть у него, видите, фиксация есть. Вот здесь фиксирует. То есть нам нужно приучать владельцев собак приучать собак к намордникам, для того, чтобы мы нормально чувствовали себя в ветеринарной клинике, и собаки им морду не вязали этим бинтом. Кто-нибудь в Европе когда-нибудь видел в ветеринарной клинике, что бинтом перевязали морду? Я нет. Значит, то есть это уже уходит. Это история с бинтом и перевязанной мордой, она уже уходит. Значит, вот этот вот Баскервиль, он, видите, он фиксируется здесь. Например, часто боятся, что собака там снимет намордник. Он, смотрите, видите, как он хорошо фиксируется. Он фиксируется здесь, фиксируется здесь. Здесь можно давать еду, сколько хотите. И плюс этот намордник, его можно в горячую воду опустить, и он можно подделать под морду собаки. Ну, так, как нужно. Он, то есть очень-очень хороший. Есть, кстати, беговые намордники для курсинга тоже, которые опускаются в воду, если там длинная. У меня просто две дворняги, и на них всегда что-то нужно уникальное. И я, у меня как раз беговые намордники, которые... Дальше чего мы не делаем? Мы не таскаем на поводке за ошейник, потому что у собаки страх асфиксии. То есть понятно, что собака думает, что ее еще и задушат здесь, ее здесь душат. Ну, по крайней мере, мы просим так не делать хозяевам, потому что от того, что хозяин волнуется, он часто ее держит рядом с собой на коротком поводке и постоянно ее приподнимает, он ее постоянно собаку подвешивает. Это очень частая история. То есть собаке вообще... Может быть, она и никогда не боялась в ветеринарной клинике, но когда заходит в определенное помещение, запахи ее начинают подвешивать, она думает, ну точно, здесь что-то будет не то явно. Если собаку, например, при пассивной копинг-стратегии нужно нести на руках куда-то, мы ни в коем случае ее не переворачиваем вот так, как любят люди носить. То есть для нее это опасно. Идеально, если нам нужно протащить собаку, у нее должна быть шлейка, и мы ее несем как чемоданчик, чтобы у нее визуальный ряд не был перевернут, чтобы она шла так же, как она идет, ну как бы шла. Ну то есть с нашей помощью. То есть мы ее вот так волочим, как чемоданчик. Это самое минимальное, что можно сделать. Значит, у собак есть такое понятие примирительная дуга. Собаки друг к другу никогда не подходят напрямую. Если она подходит напрямую, значит, у нее проблемы с ритуализацией, ее там не любят другие собаки, или она просто агрессивная. Но если собаки друг к другу ритуализированы, нормально социализированы, они подходят друг к другу по дуге. Поэтому если у нас собака, мы заходим в кабинет, вот это вот для нее прямая угроза. Поэтому лучше мы заходим по дуге и сзади. Не лучше, а вообще примирительная дуга это называется. То есть мы поняли, что мы не протягиваем руки, особенно если это неизвестная собака. Если это ваша там постоянная клиентка, понятно, что здесь совсем все по-другому. И, конечно, учимся хвалить. Я вам уже рассказывала, что весело, позитивно, с более высокой интонацией, на той громкости, которую собака воспринимает. И говорим какие-то маркеры поощрения. Как надо, да? Как лучше знакомиться с собакой, когда мы ее видим первый раз, она приходит к нам в кабинет. Лучше всего ее не замечать. Вы даже замечаете, когда, опять же, на площадках, не знаю, кто-то ходит на кинологическую площадку, нет, хороший кинолог, у него там приходит, он просто смотрит так сбоку на собаку и особо к ней никакого внимания не проявляет, потому что нужно дать собаке обнюхаться, дать время и себя понюхать. Даем себя понюхать, гладим область шеи и плеч, то есть мы не давим собаке на голову. Опять же, когда кинологические спортсмены радуются, они всегда хвалят собаку снизу, да, то есть лучше всего гладить собаку снизу и вот эти вот места, плечи, шею, вот эти места, потому что вы не знаете, какой был опыт у этой собаки. То есть вот так, непонятно, да, что так можно и бить, поэтому лучше это не демонстрировать собаке. И вытягиваем исследовательскую активность. Конечно, еда и игра. Я понимаю, что далеко не всегда можно собаку кормить, потому что если собака перед операцией, никто этого делать не будет, да, но очень хорошо, понятно, что самые основные мотивации три у собаки – пищевая, игровая, социальная. То есть еда – это прекрасно, если собака ест, это лучше ничего быть не может. Будет играть и хвалить, да, внимание и хвалить. Опять же, всё зависит от человека. Это как раз слайд о том, что у собаки не бывает всегда страх на пике. То есть даже если у неё страх на пике, то есть вы видите, что она боится, у неё всегда бывает выдох. И вот на этом выдохе мы можем попробовать давать собаке лакомство, можем попробовать давать собаке играть или поиграть с ней, или она начинает что-то нюхать, мы можем начинать поощрять исследовательскую активность. Как вы увидите, я думаю, что вы заметите. Например, если она там прячется, то есть она может податься вперёд, распрямить, не знаю, уши. Я думаю, что это всё легко заметить. Конечно, препараты. Конечно, когда мы хотим сохранить собаке здоровье, нам нужно сохранить ей и психическое здоровье. Потому что мы знаем, что многие собаки в ветеринарку, особенно после операций, они в ветеринарку просто заходить не хотят. И понятно, что мы какие-то уколы, какие-то вещи мы не исключим, но можно всегда компенсировать. Если собака не приучена к клетке, например, есть такое, я думаю, что во многих клиниках, практически во всех сетях, есть такой опыт на операции брать таким потоковым методом, собирать собак, они ждут, а потом идти на операцию. Значит, вот если собака сидит в клетке, она не приучена сидеть в клетке. Если она без базы безопасности, владелец её всегда её база безопасности. Её забрали от базы безопасности, она не приучена к клетке, её закрыли в клетке. Если, не дай бог, она имеет негативный опыт, ещё, не дай бог, у неё завязана морда этим бинтом, то собака сидит и всё это время ждёт смерти. То есть она думает, что она сейчас умрёт. А теперь у нас, конечно же, повышается, всё равно повышается уровень культуры собаководства, и сейчас я буду рассказывать о позитивном, как это делает, например, моя любимая Лора Хаук. Как сделать так, а, ну у меня здесь всё переворачивается, чтобы щенка с щенячества, извините за тавтологию, приучить к ветеринарным процедурам. То есть какие, ну, самые продвинутые, наверное, клиники и специалисты. Вот Лора, она поведенщик и ветеринар, доктор. Как, да, вот она приучает. А звук можно включить у видео, пожалуйста? Вы сейчас услышите ещё про звуковые маркеры. Нельзя звук включить? Как жаль. Значит, смотрите, перед тем, как дать лакомство, вы знаете, что такое дрессировка с кликером? Значит, это такое вторичное подкрепление. Вы даёте какой-то звуковой маркер, либо кликер, либо щелчок языком, например, да? Вот Лора, она даёт щелчок языком. То есть это такой маркер правильного поведения. Типа, детка, ты хорошо себя вела, сейчас тебе будет еда. Приучается это, например, там, щелчок языком лакомство, щелчок языком лакомство. Жалко, что нет. Но я вам, наверное, вышлю. А, вы можете подписаться на неё в... Во-первых, у неё есть сайт, во-вторых, у неё есть Facebook, и там вот эти все выложены. Вот, слышите? А можно чуть погромче? Хочешь меня поцеловать? Нет, не хочешь? Ну, окей. Слышите, она щелкает языком? То есть это как раз маркер правильного поведения. Там будет показано, что работают на кликере тоже. Видите, какой? То есть этот щенок навряд ли когда-то будет бояться ветеринара. Если будут какие-то... Слышите, да? Она щелкает языком. Если будут какие-то тяжёлые операции, то всё это будет под седацией? Щёлкает, слышите, да? То есть она... И игра. Дальше игра пошла. Еда, игра. Всё, что нам нужно, да, это еда, игра. Я прекрасно понимаю про загруженность. Я прекрасно понимаю про загруженность, про всех. Я прекрасно понимаю про поток. Я всё это прекрасно понимаю. Но вот в лучших традициях это делается так. Значит, какие у нас законы при приучении к ветеринарным, гигиеническим процедурам, в том числе при приучении, например, к неприятным процедурам стрижки ногтей у владельцев. Во время приучения не загоняем собаку в угол. Мы это уже поняли. Чтобы не включалась программа «Дерись или умирай». Собака всегда должна подходить к вам добровольно и иметь выход к отступлению, дорогу к отступлению. Значит, мы, чтобы мы не получили после этого приучения каких-то проблем, никогда не доводим собаку до паники. Всё постепенно. Всё постепенно. Вы видели, да, как Лора делает? То есть всё, всё. Если собака уже… Если в собаке начинают бороться две мотивации, ей страшно, она хочет уйти и взять лакомство, то нужно вернуться на ступеньку ниже и поиграть с ней, например, дать лакомство и закончить всегда на позитивной ноте, чтобы у неё не было никаких там задних мыслей потом. Понятно, что мы исключаем ранения, болевые ощущения. Я не знаю, как это можно исключить в ветеринарной клинике, но мы максимально, да, я вам говорила, что вы лучше меня знаете, какие препараты применять, когда уже болевые ощущения такие, что у собаки совсем больно. Значит, лучше раньше отпустить, чем дать испугаться. Неприятные ощущения всегда компенсируются. То есть мы всегда компенсируем игрой, едой или тем, что собака хочет, да, то есть вывести за пределы, например, да. Значит, по поводу ковриков. Я знаю, что сейчас многие владельцы уже ходят, да, со своими какими-то подстилочками. Собаке всегда лучше, когда она чувствует запах дома. То есть ей всегда спокойнее. Если, ну, там, не знаю, с каким-то полотенцем вы можете ходить, то есть расстилать, и собаке всегда легче. Сейчас в коррекции поведения, ни одной коррекции поведения, ни одной коррекции какой-то проблемы не бывает без протоколов расслабления. Собаку всегда учат расслабляться. И есть в интернете два протокола. Они переведены на русский язык, Юлии Подкосовой. И они есть на английском, есть на русском. Во многих вариантах там известные кинологические спортсмены, известные тренера, ветеринары все это делают. Есть протокол расслабления Кареноверал и есть Сьюзен Клазье. И вы можете это найти, да, или там, не знаю, советовать своим клиентам, владельцам, потому что гораздо легче собакам будет ходить в ветеринарную клинику, если собака умеет расслабляться на коврике. Значит, Джилл, вот свою собаку она учит к ветеринарным манипуляциям. Вот сейчас, да, сейчас будет видно, как мы это... Во-первых, посмотрите, какая она спокойная, владелец, хозяйка. Ну, понятно, что она дресс, но она очень спокойная. Она и поведенщик, и ветеринар. Видите, собака начинает облизываться, то есть собаке уже чуть-чуть страшно, но ей чуть-чуть уже не нравится. Хоп, компенсация. Вот сейчас приучают, да, брить под катетер. То есть она пока не бреет, она просто водит, да. Понятно, что уже до этого собака слегка подготовлена, она уже нюхала этот... Видите, она отворачивается, ей так чуть-чуть неприятно, но ничего страшного, никуда она не ломит, компенсация. Всё планомерно, да, без всяких дёрганей. Компенсация. Точно так же готовят, там, например, собаку к осмотру в ринге, да, если собака занимается, если ходит на выставки. Да, приучение к постановке катетер. То есть она, понятно, что она просто берёт ручкой, тыкает, но собаке потом будет всё равно, и в неё тыкают ручкой или иголкой, да. Понятно, что будут какие-то болевые ощущения, но эти болевые ощущения можно пережить. И потом она знает, что будет компенсация. Это типа к вакцинированию, приучение. Да, градусник мы теперь... Компенсация. И вот таким образом собак приучают. Я знаю сейчас кинологов, которые уже это делают, приучают своих собак ко всем этим манипуляциям. Значит, как мы учим закапывать глаза? Например, я просто... Вы потом сможете сами всю эту... Разложить по полочкам, да, всё это приучение. Значит, мы сначала берём, например, тампон, даём понюхать тампон. Прикладываем сюда, даём лакомство. Опять прикладываем сюда, даём лакомство. Всё постепенно. Намочим тампон. Делаем мазок, даём лакомство. Делаем мазок, ну, то есть делаем мазок, да, ну, я имею в виду мазок. Не в плане ветеринарный. А поглаживаем тампоном собаке глаза. Даём лакомство. То есть таким образом мы собаку приучаем. И плюс можно приучить собаку класть руку в ладошку. Сейчас я вам... Ой, руку, морду. Да, то есть вы знаете, я не знаю, команду тач никто не знает, нет? А, знаете, да? Вот нас два человека знают, мне кажется. Вот, значит, сейчас будет такое достаточно длинное видео, но здесь очень всё понятно и по пунктам описано, как приучать собаку капать глаза. Сейчас я вам буду по дороге всё объяснять, как это делать, почему. Про кукти это слишком легко, я решила, что нет. Вы знаете, зайдите к Лоре, она там у неё... Или сайт Софьи Баскиной. Софья Баскина, да, сайт школы прикладной этологии. У неё есть статья, как приучать собаку к неприятным процедурам. И там про когти вообще и видео есть, и всё, что... То есть как это всё делать, да. Вот, смотрите, показывает, да? Это тюбик с каплями. И обязательно сверху она показывает, потому что потом собака, чтобы поднимала морду, и ей закапывали. Понимаете, да? То есть она ей не так его показывает, этот тюбик, чтобы собака опускала. Она показывает сверху, потому что потом вы будете капать ей сверху, а собака вот так и будет держать морду. Да. То есть она смотрит на тюбик. Сначала за взгляд мы собаку поощряем. Потом она сейчас будет говорить команду. Да, это звуковой маркер мы сюда приплетаем. Накладываем на действие звуковой маркер. То есть потом по команде глаза собака будет делать вот так, и мы будем закапывать ей капли. Понятно, что тоже собака подготовленная, да? То есть она умеет, знает команду места, умеет лежать на нем. Можно без команды места, потому что необязательно там можно в любом другом. Вот она там показывает ей бутылку. Это она привязывает звуковой маркер к процедуре. Вот следующий этап. Понятно, что все потихоньку делается, да? Мы не перескакиваем через этапы, потому что может быть откат. Сейчас она начнет бутылкой прикасаться к ее... А, у меня будет про когти. Да, у меня там будет, точно, у меня там будет видео про когти. Не-не, это достаточно легко про когти. Главное купить хороший этот... Или у вас их уже много? Видите, она укладывает собаку. Я не знаю, зачем ее укладывать, можно и так. То есть я люблю все это делать. При команде таблеточки мои собаки подходят, садятся и вот так открывают рот. Вот, я думаю, что все это делать легче сидя. Я им кладу это на корень языка и даю какое-то лакомство. То есть они просто проталкивают этим лакомством таблетку себе, если надо. Да, она вот ее укладывает. Мне кажется, можно немножко... Да, промотаем, а то как-то что-то скучно, да? Вот, видите, да? Видите, да? Все, тоже это по команде Айс. То есть она... Ну, ей так удобнее, мне удобнее сидя это делать. Вот, а потом большое вознаграждение. В конце всегда у нас джекпот, чтобы собака запомнила, что ей было очень-очень круто. Вот. Ой, сейчас я покажу, да, где она там, да. А, ну все. Да, хорошо. То есть вы все поняли, надеюсь. А по поводу, как научить, то есть как собака кладет морду в ладошку. Это Лора. А можно звук, пожалуйста? Лора всегда очень вовремя маркирует. Вот она щелкает. Вот. Слышите, да? У нее насморк здесь? Ну ничего. Вот команда Touch. Кликер, слышите? Вот этот щелчок, это как раз и есть кликер. Это вторичное подкрепление. За вторичным подкреплением всегда следует первичное, то есть пищевое, например, или игровое. И видите, все хвалят, да? И не хвалят так, чтобы там собаке страшно, а на ее уровне восприятия. Нет, я прекрасно понимаю, что с вашим уровнем загруженности, да, это будет все трудно делать, но в конце концов, по крайней мере, со своей собакой и со своим ветеринаром, я думаю, что это можно проделать. Собака делает команду до щелчка, то есть вы этим щелчком можете регулировать время, которое собака может стоять спокойно, да, то есть она делает команду и ждет, пока ей щелкнут. У нее там есть видео, где собака со сломанной ногой протягивает ей заднюю ногу, чтобы снять мешочек. Но я это не стала вам показывать. В наших реалиях это нереально. Приучение к вычесыванию. Все то же самое. Даем понюхать предмет. Можно расслабиться на коврике, да, приучить к расслаблению на коврике, либо можем стоя это делать. Постепенное приучение. Грибок, лакомство. Очень многие собаки получают от этого удовольствие сами, да, главное их приучить. Те, которые не любят, нужно приучать потихонечку. Также грибок, лакомство, грибок, лакомство. Когти. Вот как раз. Есть очень известный специалист, была очень известный специалист, София Йен. У нее есть, я потом вам расскажу, где можно этому научиться. То есть это агрессивная собака. София, к сожалению, уже не с нами, так скажем. И у нее вот эти все видео достаточно старые. Но она первый человек, первый ветеринар и дрессировщик, которая вообще затронула эту тему, одна из первых, которая затронула эту тему снижение стресса для питомцев в ветеринарной клинике. Видите, да, эта собака агрессирует? Да, то есть, хоп, прошло некоторое время. Как нужно делать, чтобы... Можно, наверное, звук выключить здесь. То есть, понятно, что у собаки хорошая пищевая мотивация, да, и она не боится в ветеринарной клинике. По-хорошему нужно это делать владельцам. Стричь когти нужно владельцам, а не в клинике. Вот смотрите, она трогает лапу, лакомство. Трогает лапу, лакомство. Все это можно делать не за один день. То есть, вы потрогали, то есть, если собака уже настолько напугана, она ненавидит стричь когти, то все это можно делать не за один день. Что-что? Аня. Да, видите, потом мы трогаем... Вот здесь у нее очень плохой резак для ногтей. Сейчас есть гораздо лучше. Вот, то есть, и так же, да, и так же все это мы делаем. Все постепенно. Если собака напуганная, повторюсь, мы делаем это не за один день. Здесь у собаки хорошая пищевая мотивация. Есть такие собаки, которые боятся настолько, что они есть не будут. Поэтому мы все делаем, опять же, формируем позитивный опыт постепенно. И читаем Сонину статью, как приучить собаку к неприятным процедурам. Все, ей все подстригли. Все. Хоп, отпустили, да. Все от индивидуальных особенностей собаки. Абсолютно. То есть, смотря, насколько она напугана. Если ее пять лет зажимали в угол и держали, и резали ей когти, вы сразу не научитесь в таком спокойном состоянии. Я сама стабильно своей младшей собаке нечаянно режу кокоть раз в год. И я начинаю все сначала. Она у меня потом боится. Я начинаю все сначала. И это прям катастрофа. У меня тоже личная проблема с когтями. Да, 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 да. Один раз накосячил. Да, 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 да. У Софии Йин есть такой прекрасный университет снижения стресса, назовем это так, где есть программа обучения для ветеринаров. И у них есть сертификация ветеринаров и ветеринарных клиник по снижению стресса. Вы можете зайти туда и посмотреть, в какой стране мира, какая клиника прошла эту сертификацию и пойти туда со своим питомцем. В России таких клиник нет. Так что можно не искать. Но, возможно, будете первые. Значит, и у Софии как раз есть вот эти, я думаю, что, возможно, вы видели все эти плакаты, которые сейчас уже переведены на русский язык с разными сигналами. И также есть книга Тюрит Ругас «Сигналы примирения». И еще одна книга. Почему я... Или я здесь внесла? Сейчас я посмотрю. Нет, наверное, я не внесла. На русском языке есть единственная книга «Сигналы примирения. Диалог с собакой». Очень хорошая книга. Ее обязательно стоит почитать всем абсолютно хозяинам. То есть это такая база. «Диалог с собакой. Сигналы примирения». Тюрит Ругас. Да, это обязательная база знания вообще любой собаки, когда у тебя есть. Еще есть такой проект прекрасный, тоже «Свободный от страхов». Там про собак, про кошек. Там вообще обо всех страхах, которые может испытывать собака в каких-то ситуациях, как их избежать. И про то, как есть отдельное обучение ветеринаров. Именно в ветеринарной клинике, как сделать менее стрессовое пребывание собаки и кошки в клинике. Вот у них «Анимиссию» пишут, да. Здесь есть тоже сертификация. Исследования есть прекрасные, которые можно почитать, если кого интересует этот вопрос. На самом деле в России очень мало специалистов. Я даже не знаю, поведенщики. Поведенщиков ветеринаров вообще очень мало в России. Очень мало. И я думаю, что это совершенно непаханное поле в развитии карьеры, если честно. И минимизация стресса для пациентов в ветеринарной клинике. Почему это важно и что можно сделать? Вот хорошее исследование, оно в открытом доступе есть. Но если нет исследования в открытом доступе, все знают Сайхаб. Значит, какие еще можно использовать? Ага, сейчас, секундочку. Да, фотографируйте, да. Видите, на фотографии хозяйка держит снизу собаку. То есть вот эти все наваливания, заваливания для собаки – это сигналы опасности. То есть ей реально очень страшно. И когда держат снизу, ей гораздо легче это пережить. Значит, еще дальше, да. Какие бывают всякие лайфхаки для того, чтобы предотвратить или уменьшить стресс при пребывании в ветеринарной клинике. Феромоны. Достаточно много исследований по феромонам. Я, честно, не знаю, заказывали ли это исследование те, кто производит феромоны, да. Но очень многие клиенты говорят, что им сильно помогает. Это полный аналог феромона лактирующих сук и успокаивает собаку. Я знаю, что при работе с шумомыми фобиями очень многих успокаивают феромоны, когда они находятся дома. Я думаю, что в ветеринарной клинике их включить тоже. Ну, кто-то, может быть, даже сделает исследование такое. Акупунктура. На мой взгляд, у акупунктуры очень большое будущее, особенно в плане успокоения, да. То есть мы знаем все эти дорожки для иголок, которые успокаивают. Вот, например, есть исследования по биглям, которые боятся грома, и у них очень хорошие результаты по акупунктуре. Я думаю, что если поискать, еще можно найти. Просто я мало копалась. Но мне кажется, что действительно это хорошая такая история. И может помогать, например, при входе в ветеринарную клинику пользоваться услугами специалиста по акупунктуре, а потом только идти на прием к врачу, как вариант. Хитрые устройства. Значит, существует огромное количество всяких прибамбасов. Например, вот это придумали люди, у которых собаки не любили мыться в ванной. Да, вот. Вы берете, то есть это такая штука на присосках, да. Вы размазываете туда что-то, что... Я не знаю, какая у вас собака, может быть, она за 4 секунды это все слежит. В Америке очень любят арахисовую пасту. Я ни разу не пробовала. Но все собаки, говорят, очень сильно любят, начинают вылизывать. Можно там, не знаю, сметану, творог, все, что хотите. Что вашей собаке можно, и что она будет долго вылизывать, да. То есть она сейчас занята. Я думаю, что при осмотре этим тоже можно пользоваться, да, в ветеринарной клинике, как вариант. Они бывают разных всяких конфигураций. То есть вот такие присоски бывают с глубокими. То есть сюда можно что-то запихивать, чтобы собака оттуда вытаскивала. Вот. Есть всякие такие прибамбасы. И, конечно, как я вам уже говорила, нужно в идеале все заканчивать позитивом. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Можно даже звук включить. А включите, пожалуйста, звук. Мы теперь уже знаем, как он включается. Вот она на команду тач. Команда тач – это когда собака прикасается носом к... Сейчас она будет опять говорить тач, чтобы была разная деятельность. Видите, успокоение, возбуждение и успокоение. Вот тач – это собака прикасается носом к... Она нужна очень для многого. Смена деятельности при дрессировке. Вы на команде тач практически все... Знаете, что такое таргет? Это такая палочка для... Сейчас вся дрессировка, она на положительном подкреплении, на оперантные методы. Потому что мы знаем, что никакие аверсивные методы, никакие наказания, они не работают или ухудшают состояние собаки и все такое. И никогда ты высоких результатов не добьешься, кроме как до какого-то определенного периода на страхе, если и то это какая-нибудь защита или ипо. И, например, команда тач, вы сначала учите тач на ладошку, потом вы можете взять какую-нибудь крышку на эту, на крышку делать тач, потом вы можете положить эту крышку... Ой, сейчас я все тут разгромлю. И говорить собаке тач, собака бежит. Например, если вам нужно обучить собаке место, она бежит, прикасается к этой крышке, и когда она ступает ногами на место, вы кидаете ей туда лакомство. Потом вы таким образом очень-очень многим командам можно научить. И есть таргет, такая палочка с шишечкой, грубо говоря, с кругляшком. Там учат разные фристайлинговые, фристайлеровые команды. Танцы с собаками же знаете, да? Вот, то есть там всякие повороты, хождение рядом, когда нужно, чтобы ножками вот так шла, да? То есть вы учите собаку прикасаться, потом вы учите держать ее нос, и потом вы учите держать нос, а потом вы поднимаете немножко этот таргет, и она делает вот так. И таким образом вы закрепляете эту команду. То есть очень много чему можно научить. И в жизни очень пригождается эта команда. Вот, спасибо вам огромное. Надеюсь, было интересно.